раннейшего и утрейшего еще и бодрейшего всем здрасте там красота да здесь здесь никс гуд 5 утра у нас утро раннее самое любимое время день только начинается весь день еще впереди так как светает рано просто прелесть согласитесь вечер значит день уже заканчивается все мы прожили на один день жизнь стала короче этот еще только начинается так сюда нельзя да поехали типа кирпич висит да но я там есть я вчера платим так что круга ля рисовать станица кущевская печально известная и не печально известная но запка там по моему банда была на я еще помню громкое очень дело по телевизору было показывали рассказывали поздоров слегка мы себе сон урезали книжка в том что он объехать еще 1140 километров а выгружаться нам надо завтра желательно пораньше вот поэтому так надо есть желание сегодня малость побольше проехать уже когда у стоянка есть так нефть о чем здесь топлива на татнефть и а это вот транспарк точно в общем здесь топлива на татнефть и а это вот транспарк 47 69 вот там не говорили что от выезжаешь с транспарка и крутишь направо а да 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 вон она стояночка есть точно это всегда свободно и всегда места есть а буду знать она во всяком случае забетонированная она забетонированная там чище чем где я сейчас стоял вот если что следующий раз если опять буду попадать поздно по времени и транспарк будет забит ну то есть становиться здесь остановиться надо то по рулем туда потому что это мне чё-то она совсем такая ни о чем скажем так 150 рублей а тут ни о чем грязь болото здесь вот на этой руслан говорил что этот и и душ бесплатный тоже горит такой уж подгулявшие на бесплатный как бы мне то душ не надо эти муштрацию включим перед ростовом выключим потом не так как бы душ не надо но мало ли кому интересно опять все мемориалы все комплексы проезжаем только наблюдаем со стороны потому что все рацию выключаем вот здесь раньше была стоянка грузовикам запрещена без вообще грузовикам запрещен на эту площадку теперь вот пожалуйста потому что все время все время нам еще сегодня надо брызговик заехать купить хочу хочу который Михаил Владимирович где-то продали пока прицеп будет в ремонте погоним тягач на базу займемся там вот этими всеми мелочами то выгнуть это подровнять химчисткой салона возможно как ни крутите уже три года уже и вот и спальник в разводах весь ну в любом случае 24 часа в сутки 7 дней в неделю здесь постоянно живет кто-то как бы вы не хотели как бы вы здесь не убирали как бы вы это все не терли не вымывали салфетками там тряпками в любом случае все равно уже не то поэтому есть желание навести химический марафет ну вот а где смотреть уже будете конечно позже вчера получил приглашение на тракфест скажу что сегодня у нас 25 мая тракфест 28-29 там по-моему да по идее мы должны туда съездить просто будут есть уже договоренность ну главное нашу завтрашнюю задачу поставленную нам выполнить а там потом уже я думаю мы съездим я никогда не был на таких мероприятий просто даже интересно посмотреть и то что там призы забрать это все так просто посмотреть на все это доберемся до Москвы там там будем знать ну пока погнали на ростов сейчас цукарова балка а там что то он смотрите у нас все темное впереди ну хорошо 16 градусов не жарко дай бог что так и было так такую погоду комфортнее ехать думаю сейчас еще мы должны оксай успеть проскочить пока утрешний флешмоб не начался из местных на работу ехавш ехавших мы еще должны должны его прошмыгнуть дальше что там уже м4 катись да катись так как обстановка на цукаревой балке пункт радиометрического досмотра но еще не открыли и и и и и и и и и опираться и рентген в не поголовно гоняли на рентген и Опять колейки собирали. Видите, у нас дождик опять пошел. Прошло. Красота! Ехать, скажите. Машин нет. Еще два часика и начнется дружняк. Даже, я думаю, час. За этот час мы должны успеть. Ростов шмык-шмык-шмык. Туда сюда, лево-право, проскочить. Ну и велкам в Ростовскую область. Все, Краснодарский край закончился. Заходим в Ростовскую губернию. Сейчас зайдем. Будем рады видеть вас снова, Краснодарский край. Взаимно. Прекрасные места, красивая земля, отличные люди. Пейзажи, горы, поля, лука, море. Краснодарский край, да? Все включается. Все есть. В Ростовской городе все есть, кроме грецких орехов. Так и тут. А вот и Ростовская область. Краснодарский край счастливого пути. Ростовская область. Здравствуйте. Бонжор. Впереди Ростов в тумане. Тепас, тепас. Тут же тоже тепас. Семь-семь. Танки-шан. Все, нормально эта штука, да? Вот и бас все равно в любом случае. 20% скидки дает, чем вот так платить там наличкой или карточкой. Зарегистрировался, поставил, да и все. Семь-семь с половиной километров и начнется... Ах, не знаю. Отлично, полшестого утра. Вообще, высота. Должны... Лихо. Телефон проскочить. На паузе не забыть, а тут залить уже загорелась. Лампочка. 20% в баках, в баке, в бачке. Будем останавливаться на обед и тогда, или на завтрак еще. Сегодня поднялся, ну что не завтракал. Пусть вчерашний этот кофе, что я Газпромик купил, еще остался. Так допил. И все, и поехал. С утра как-то не очень хочется кушаться. Хотелось. Ремонты начались. Туда ремонтируют. Тоже, наверное, платный кусок сделают, а может нет. Но, во всяком случае, расширить пытаются. Да, ну, надо. Вот она была, в общем-то, широкая, но, наверное, еще больше хотят расширить. Смотрите, мы разрыли ширину какую-то. Поехали, эта банка в кустах стоит. Это не ГАИ. Ну, раз тебе так страшно, я тебя обгоню. За третий ряд коллегу выцепили. Краснодарского. С этого. С Ростова выходил, маленьких обгонял. И тут они как раз третий ряд кузовикам запрещено. Ну, и вообще третий ряд же запрещено занимать. Третью полосу только там, ну, сами знаете, там, вверху налево, разворот. А он летел, они его с 30-го ряда выцепили. А мы вот тоже пролетели. Ростова пошли, Оксай, вообще. Даже ни на одном светофоре не остановимся. Вот надо, когда проезжать. 6 утра. 5-6. Самое то. Хотя, вот, посмотрите, да, вот 6-0-4 сейчас. Движение уже довольно-таки так начинает увеличиваться. Маленькие куда-то еду. Вот так ураль. Олегис утратил, день не задался. Сейчас они там ему предъявы предъявят. Аэропорт Плата в 30 километров, тоже далеко. Ну, у нас тут на Минске тоже Минск-2. Нет, уже сейчас Минск, наверное, просто Минск. Тоже от города километров в 30 получается. Как шахты? Как вы думаете? Бдють или бдятел? Бдють. Еще как бдють. Пощупать, понюхать, погладить. Тут без ТС-7, конечно. Но сюда так, когда я смотрю вперед, у нас вроде как... Погода узналаживается. Главное, чтобы жарко не стало слишком. Хотя, когда едешь, так в принципе до фонаря. Что там консер-то включат? Ну, все равно, вылезаетесь потом. Двадцатка, да. Человек, да, баскуда такая, да, вот. Зона комфорта такая, совсем никакая. Восемнадцать до двадцати двух подавай. Я-то я про себя. Ниже холодно. Нет, ну мне нет, не восемнадцать, мне отстыгрался в пятнадцать. Вышел уже, жарко. Не угодить, правда? Хоть я черт, да. Я там, он. Организм. Вот сейчас пост, да, проехали. Тут же что же все это? Всех мастей, как говорится. Ну, шубики-бандиты. Вороль всех мастей. Сейчас через 60 километров Камень-Шахтинский. То же самое. Дальше. Я сейчас не знаю, но посмотрим. Вот черт, Кова может быть опять. Раньше в Миллерова, когда старая дорога была, пост была. И потом в Камень-Шахтинский перенесли. Потом Бабучар. Короче, вот на этом вот участке, но тут... Вообще, вот этих... В этих 500 километров, на каждые 100 километров, вот на 5 постов этих вот таких. Ни одного входа и выхода с Украины не пропустить. Здесь же получается, мы идем только граница с Украиной. Слева по городу. И все, как тебе выезд оттуда. Ну, сразу же пост. Да. Даже вот на этом, на Сальском кольце и то стояли в 5 утра. Транспортный, как вы представляете. Не спят. Путят. Да, вот уже, видите, официально даже знак повесили. Транспортный контроль. Чертково. Здесь все. Вон они на той стороне. Кучкуются. Пространственнадзор, гаишники. Ну вот. Это уже вот от Ростова какой получается. Третий. Сейчас уже Воронежская область начнется. И вот через 7-6 километров по Кучаре четвертый. Нормально, да? На Ростовской объездной 5-й. На Сальском кольце. Неплохо так, да? На этом участке. Велком Воронежскую. Вернюю. С Вентилием из Ростовской. Сейчас вот перейти Руснефть. Дальше там. Воронежская область. Вальмута, да. Какие-то кафешки. Ну, во-первых, время покушать уже наступило. Уже мы почти 4,5 часа проехали. Даже не почти, а 4,5 мармута осталось. Вот. И заодно там вроде как какие-то магазинчики должны быть. Затем же, надо же сверху это крыло посмотреть. А то потерять-то потеряли. Вот назад купить не купили. Но одни солидно с одним крылом ездить. Просто зайду, посмотрю, что есть. Если есть, и цена вопроса. И заодно и надо уже чего-то первого поклебать. Давно соляночки не кушал. Вот точно. Сейчас вот здесь. Димыч сказал сюда ехать. Гид мой. Кулинарный. Сказал, заезжай, кушай. Какой-то кафе, надо какой-то талли, а там что-то в общем. Сейчас заедем, посмотрим. На монтаж есть уже хорошо. М4, ребят, все, в рацию выключаем до самой Москвы. Сейчас пойдем, пробежимся по этим магазинчикам. Много чего я смотрю. Я никогда сюда не заезжал, первый раз заехал. Так, тут я прощемлюсь, прощемлюсь. Тут и шашлычки. Туда, сюда. Так, ну вот сюда уже задан затолкаю, да и все. Чуть-чуть дальше еще. Ну и пойдем посмотрим. Что тут есть интересного? Если есть, почем тут наши брызговики? А то оно не солидно. Потеряли. На ночь на место поставить, правда? Вот это порция солянки. Вот это я понимаю, мы сейчас покушаем. Хлеба сколько хочешь. Ну, это хорошо, что я не додумался второе заказать. Омолдеть. Было желание, но потом я не стал заказывать. Смотрите. Я тут первым одним до вечера доемся. Выйдем, покажу, что за кафе. Димыч ерунды не посоветует. Приятного аппетита. В общем, это самое крайнее кафе. Называется 99. Кормят просто на убой. Просто. Дышать не могу. Салат тоже зря брал. Пойдем сейчас по поводу брызговика пройдемся по магазинчикам. И двинем дальше. Людей много здесь. Заезжают машинки. Я первый раз здесь, но теперь буду знать. В общем, пробежался по местным магазинчикам. Едут тут нифига. Тих брызговиков таких. Едем дальше. Павла Склохево попробую может заехать. Так что вот, друзья. Вот кафе Витте 99. Порция. Даже если вы будете очень голодными, заказывайте. Ну, можно было, конечно, половинку заказать. Но я бы полную солянки давайте. Мне хватило и половинки. Салат уже, как бы, не слишком хотел помещаться. Это вот Воронежская область выезжается со стороны Ростова. Километров 3-4. Это проезжается. С правой стороны у нас будет Роснефть. Из Роснефтью можно заехать. Вот это солянка, салат, комфорт. Сигнал GPS. 245 рублей, по-моему. Да, 245 рублей у меня пошло. Честно слово, я наелся на полдня. Теперь это вот топа уши. Так, поступила еще хорошая новость. Наша выгрузка работает круглосуточно. Да, выгрузки нам 768 километров отсюда. Вот. Поэтому эта новость хороша. Ждем еще новостей по поводу разговорика. Тут кое-куда запросили. Ну, что ответят, потом расскажу. Может, и не надо будет еще 8 заезжать. Если не ответят, то заедем. Ну, в общем, вот так. Пока. 24 уже тепла. В Воронежской области хорошо оттеплеет. Рацию включим. Давайте включим. Может быть, конечно, скоро выключим. Пока пускай будет включено. Ну, вот. По Гучанским пост. Серьезно, его можно объехать? Гучанским. Получается, сейчас вот походить на Кантемировку, то ты на пост не попадаешь. И на транспортников не попадаешь. Немножко проехать туда в сторону Кантемировки, потом там на перекрестке они тоже могут стоять. Опять. А так-то да. Получается, ты их объезжаешь. А если свернуть сюда направо, потом, наверное, уже никак не выскочишь. Ну, уйти там на Гучара, а здесь вот дальше потом выехать. Так, наверное, не получится. А может и получится. Это просто так. Что-то размышления. Раньше еще в Воронеже стояли. Сейчас, не знаю. В Воронеж, когда обходишь по объезду, я буду. За Воронеж уже выходишь. И там тоже были. Сейчас в последнее время ездил, не видел. Каждые 70 километров пост. Пост, пост. Сартам. Река Дон. Короче, пошел по бесплатному. Платка на вон там. С расчетом заехать в этот Павловск, в Лосево. Ну, все же. Продолжаем поиски брызговика. Ну, как-то я тут ни разу не ездил. Там дальше уже просто съезда нет. Там уже дальше пошел платный участок. Все. Это вот, чтобы попасть в Павловск, в Лосево, это вот этот съезд. Возможно, тут, конечно, мы немного времени потеряем, но брызговик-то поискать надо. Вот. Поэтому пришлось вот так поехать. Пока нам не отозвались, куда мы запрос сделали. Ну, не факт, что там будет. Что делать? Поедем сейчас здесь. Конечно, проще катить по платочке. Ноги на панель, круиз. И едет только извиняюсь за выражение, у нас уковыряясь это по сторонам. Смотри. Вот тут не так много. Да, это вот мы через сам верхний Мамон. Я не через него не ездил. Ну, раньше же на Павловск дорога в другом месте сворачивала. как бы ехали вот правее по плану, а кто и по полоской. Ну, здесь до Павловска 38 километров. Там потом чуть-чуть до Лосева. что-то этот ДНР-овец так летел, так летел по автобану. Там я не знаю, Кенров 130 шел, наверное. Сейчас не ездит. Вот она платка, видите, мы прям вдоль нее и едем. Прямо вот. В 100 метрах. А попасть мы на нее по-другому уже не можем. Ладно, надо. Тем более нам, может, еще сейчас получится нам в Павловске тут надо встретиться кое с кем. Сергеем. если получится. Ну, как бы. Мера вынужденная. Я имею в виду съезд с платной магистрали. Что там везет такое, интересно. Что, будто на туда ехать не хочет. Сейчас обгоним где-нибудь. Вот здесь, например. А, это Ифа, господи. Да. Моя ровесница. А может, и старше. Если я не ошибаюсь, это чешская Ифа, да. Первые иномарки. Легковые были. Вартбурги такие. Кто помнит? Первые иномарки, которые такие, зашли, зашли общественного. О, немецкая машина. Варбрук называется. Федро с болтами. Даже без гаек. Эти так же газельки тут и продолжают стоять. Это Павловск после того, как бюс было открыли. Первый раз приехал. Отблю, которое продает. 20 рубляков здесь. И вот он сам Павловск. Ну, сейчас, но все равно, движение справится практически то никакого и нет. По сравнению с тем, что дальше. Что раньше было. Какой тут движняк шел. Конечно, объезды были очень нужны. Это участка Павловск, Глосева. Сейчас мы за колечко зайдем. И там за колечко с правой стороны прижмемся. Где-то там и Сергей должен быть. Мы уже давно не виделись. Мы-то уже знакомы. Встречались. У меня даже по городу водим на почту. Еще бы так плосил проехать, то я думаю, мы спокойно его проедем. здесь можно кстати на платный участок выехать. Я сейчас посмотрю, если здесь я найду то, что мне надо. Но я туда сюда обратно на кольцо вернусь и поеду туда наплату. Если не найду, поеду дальше в Осево. пройдите 130 километров. Так. Ну да, вот здесь вот надо справа сейчас прижаться. Справа тут везде остановка запрещена. Курсовикам въезд запрещен. Удачу, да? Нужно и на стоянку в принципе заехать. Где тут въезд на стоянку? Нужно и не заезжать. Чего я туда поеду? Здесь вот поставлено и все. Как раз автомагазин. Пойду схожу. Один, второй. Тут Сергей не наблюдаю. Но сейчас еще не подъехал. Ну все. Постояли мы полчасика с Сергеем поговорили. Потом тормознусь покажу какой подарок. Подарил ручной работы с города Павловска. Все. До свидания. Не, я подумал не буду я возвращаться. Поеду уже через Глосево выйду. Нашли мы здесь брызговик. Короче, цена вопроса 2 рубля и по 150 рублей резинки. Но еще пока не решился вопрос что там нам смогут не смогут достать в другом месте. когда решится я расскажу в каком чего тогда будем сюда ехать и тогда заедем просто куплю. Сейчас просто на место приедем выровняем все эти дела наши а туда приедем потом заедем просто куплю его порешу и все вот такие дела ну больше года уже Сергея не виделись. По осени хотели пересечься я что-то тоже по четверке возвращался тут что-то с этой платкой намусили. Короче, я по платке оказывается вот этот съезд проспал а вот туда навстречу мне поехал встречаться и, короче, по итогу мы не встретились. Ну, тогда главное, что сейчас все получилось. Тогда сейчас Лосева тормозиться не буду. Я думаю, цена здесь такая же самая будет. Что там, что там. Вот, и там уже за Лосева на М4 уже на платку выйдем и уже по прямой платке дальше до самой Москвы 650 километров отсюда время час дня. В принципе, все пока идет довольно-таки по плану. Как будет дальше Невин. За Середные сады. остановимся я вам покажу картина там Павловск на Пересте ручной работы. Остановимся я вам потом покажу эту красоту. Спасибо, Сергей, огромное. Достойное место в коллекции займет. Алексей Николаевич приборзли его во втором ряду ехать. смешно же с двадцаткой тут. Здесь явно не с двадцаткой. Здесь умножай в полтора раза точно. вот оно знаменитое Лосево. Извиняй, Злосево. Когда-то здесь что тут творилось. Ай-яй-яй. вспомнится сезон, когда моряки идут. Это просто жесть. Какие тут колейки собирались. Даже не знаю за что купил, за то и продаю. Слышал, что местные специально туда дальше с той стороны и со стороны Москвы заезжать. Ставили машину типа поломанная для создания пробки, чтобы создать ее искусственно. там где узкий участок. То есть получается нужно объезжать. А идут встречки и все естественно пробка создается. И тут же пожалуйста услуги по прохождению мы вас проведем, обведем, заведем. А так вот честно я сейчас проехал, я не знаю как тут дальше. Но большого смысла ехать по платке. Тут такая платка тоже прилично стоит. то может быть и нет. Надо прикинуть в Павловске все свободно, здесь все свободно. Вот мы едем. Никаких проблем. Может и не стоит по платке идти. Дядечка поворачивает налево. с одной стороны, а с другой все равно там быстрее. вот вот например если едешь ночью так вообще тут никакого смысла по платке ехать можно пройти здесь спокойно. Там вот те участки которые там Богородску туда уже за Воронежем там через деревню короче там там овчинка вытянки однозначно не стоит. А здесь в принципе я еду никаких затруднений ничего. Ну да сейчас 60 едем. Чего? Поэтому каждый выбирает как хочет. Каждому свое. Не стал уже здесь заезжать смотреть без проблем. Я думаю что цена будет одна и та же что там что здесь если наш вопрос не решится и вдруг мы пойдем сюда же на юг вариант не исключен и тут что-то похаживают разговоры что возможно мы опять в Армению загрузимся туда заедем здесь куплю и поставим оставлю этот разгорит если не получится добыть его другим путем если пойдем куда-то на восток то я там тоже этот брызговик куплю по семерке да и по пятерке найду пойдем на запад то же самое найду вот а что случилось это я что-то накаркал да надо ехать по объезду тут ремонт реверс кстати там когда съезжаешь на эту дорогу там тоже ремонт моста и тоже реверс ну не ну как один период простоял на светофоре как раз подъехал красный загорелся и здесь получается подъехал красный загорелся тоже вроде бы ремонт моста а вон уже и платка я уже ее отсюда вижу сейчас на нее выезжаем ну потеря времени максимум составила 4 минуты короче каждый решает сам как ехать нас пока не принуждает объезжать как в некоторых конторах если время позволяет можно проехать здесь если не очень позволяет можно валить по прямой не еще не платка нет на платку мы уже выйдем за лосик тут уже где-то недалеко за вот тем ближайшим обру кстати здесь пелемеш пелеменная хорошая вкусные пелемешки здесь делают супер пелем壓 лосток пелем Rice пелемия пела дюссссссссссс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...